ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В преддверии новогодних праздников Госавтоинспекция призвала россиян не быть равнодушными к случаям нетрезвого вождения. О таких нарушителях необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть. Со своей стороны ГИБДД пообещала строго следить за трезвостью шоферов. По данным дорожной полиции, за 11 месяцев этого года в авариях с участием пьяных водителей погибли почти 3000 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра сократилась на 20%. ТРАССА 101 80 с лишним процентов российских автомобилистов считают себя вежливыми водителями. Примерно каждый шестой участник опроса, проведенного одной из страховых компаний, признался, что иногда управляет машиной агрессивно. Респонденты поделились также тем, что их больше всего раздражает в поведении других водителей. На первом месте оказались превышение скорости и проезд на красный. Далее идут невключение указателей поворота, шашки, подрезание и неторопливость шофера, который движется впереди. ТРАССА 101 Имущество компании Nokian Tires в России решило купить ТАП-нефть. Сумма сделки составляет порядка 400 миллионов евро. Известно, что после регистрации нового собственника производство шин на заводе Nokian в Ленинградской области будет продолжено, но под другим брендом. Вероятное название – Иконан, Икон, Иванор или Торстен. Поделятся ли финны с нефтяниками технологии изготовления покрышек, пока не ясно. ТРАССА 101 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Восемь с половиной миллионов рублей. Оснащается он 275-сильным бензиновым мотором объемом 3,5 литра и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Водителю доступна навигационная система, функция автоматического переключения светофар, система контроля усталости, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора и другие функции. ТРАССА 101 Импорт поддержанных легковушек в нашу страну в этом году вырос более чем на 80%. По информации агентства Автостад, подавляющее большинство таких машин, праворолик, завезли к нам из Японии. Основной популярностью пользуется компактный хэтчбэк Honda Fit со средним ценником почти 600 тысяч рублей. На втором месте Toyota Corolla в среднем почти 300 тысяч. Замыкает стройку лидеров универсал Toyota Corolla Filder 750 тысяч рублей. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101